Добрый день! В эфире Вести Карачаева Черкесия. С вами Александра Коваленко. Завтра, в третье воскресенье октября, свой профессиональный праздник отметят работники дорожного хозяйства. Сегодня, когда в Карачаево-Черкесии активно развивается туризм, особое внимание руководство республики уделяет безопасности и качеству современных дорог, как федерального значения, так и регионального. О том, с какими результатами подошли дорожники Карачаева-Черкесии к своему профессиональному празднику, в специальном репортаже Светланы Казиевой. Федеральная автодорога А155 Черкесск-Домба. Ее протяженность около 120 километров. Здесь проходит основной поток транспортных средств. Вот уже несколько лет активными темпами идет ее масштабная реконструкция. Когда три года назад на этом месте в нашем репортаже мы говорили, что здесь будет четырехполосное движение, в это трудно было поверить. Сегодня это уже реальность. Мощная техника, разбивая горные породы, прокладывает путь все дальше по федеральной трассе, ведущей на главные курорты Карачаева-Черкесии. Последние 15 километров самые сложные. С одной стороны горный рельеф, с другой река Кубань. К тому же дорога проходит через населенные пункты. Где-то приходится подходить близко к домовладениям, чтобы расширить трассу до четырех полос. Ну и, конечно, самый сложный – это оползневой участок возле станицы Красногорской. Вот тут оползневой участок же был. На нем вот бурим сваи глубиной 20 метров. Они зачемляются в коренные грунты. 20-30 процентов зачемления идет. И в три ряда свай в шахматном порядке. За счет этого они должны удержать оползневой участок. Проезжую часть расширили до 20 метров и более. На подготовленной основании земляного полотна дорожники распределяют горячий асфальт, затем тщательно закатывают. Дорожное покрытие многослойное. Вот это нижний выравнивающий слой до 20 сантиметров, второй шесть и, наконец, верхний слой дорожного покрытия 5 сантиметров. Получается вот такой дорожный пирог, от качества которого и будет зависеть долголетие асфальтового полотна. Такая дорога выдерживает большие транспортные нагрузки и различные природные явления. На данный момент у нас почти 10 километров уже готовых, уже с основанием совсем сделано. Осталось 4,5 километра сделать по саратюзу ширине. Но и здесь дорожники столкнулись с непредвиденным. При строительных работах были обнаружены деревни захоронения. На месте исторической находки работают археологи. Они до конца года у них раскопки будут производить. Мы участок пропустим, там буквально 200-300 метров пропустим. Как они закончат, его восстановим. Строительство идет согласно утвержденному графику и будет завершено в августе 2019 года. Таким образом, федеральная автотрасса от Черкеска до Кумышского моста будет соответствовать первой технической категории. Четыре полосы движения с металлическим разделением посередине. В местах прохождения населенных пунктов будет двустороннее освещение, водоотводы и тротуарные дорожки. Не такие масштабные, но не менее важные дорожные работы идут и на других участках автотрасс Карачаева-Черкесии. Завершается капитальный ремонт моста через реку Муруджук к подъезду горнолыжного поселка Дамбай. Бурная речка, узкое пространство. Сделать однопролетный мостовой переход было непросто, но подрядчик справился с этим успешно. На радость туристов здесь появилась безопасная зона для пешеходов и смотровая площадка. Начинаются строительные работы к подъезду и республиканской столицы сразу в двух направлениях. Это 78-й километр дороги Лермонтов-Черкеск. На 77-м мы остановились два года назад капитальным ремонтом. 36 километров были приведены в нормативное состояние. И вот 12 километров вместе с оползневым участком, который за спиной находится, самая сложная ситуация. Вот 12 километров нам надо в следующем году начать, ну и затем завершить работы по капитальному ремонту этого участка. Капитальный ремонт ждет и подъезд к Черкесску со стороны Ставрополя. Уже начались проектно-изыскательные работы. И очень серьезный участок работы, на который все время обращает внимание руководство республики и города Черкеска, мэрия. Ну и Руслан Блогич Ричхаджиев сам лично смотрел этот участок. Это южный обход города Черкеска. Очень сложный с точки зрения, что у нас там 3 километра, около трех с лишним километров идет по уличной дорожной сети города Черкеска. Плотно застроенной, значит, плотно заставленной, в том числе и автомобильным транспортом. Практически нет участка, где не стояли бы машины. Вы хорошо это знаете. Поэтому принято решение, чтобы проектно-изыскательные работы в этом году начать. Эта работа уже ведется. Начать и в следующем году проектные работы сделаем. А дальше, в 2020 год, это начало реконструкции этих 5 километров, для того, чтобы сквозной проезд со стороны Карачаевска-Тиберды через Черкесск, не заезжая в Черкесск, на Пятигорск, вот эту дорогу, в общем-то, сквозной сделать. Еще один сложный, очень болезненный для жителей республики участок – это автотрасса, проходящая через Уйджигуту. Проехать по ней через город утром и особенно вечером требует крепких нервов. Руководством Карачаева-Черкесии, управлением федеральных дорог, принято решение уже в следующем году начать реконструкцию по расширению данного участка. У нас будет четырехполосное движение. Две полосы в одну сторону, две полосы в другую. В этом суть вопроса. Без четырех полос под Жигуте развязать ситуацию невозможно. Активные строительные работы идут и на автодорогах регионального значения. Участок трассы Черкес-Хабе с подъездком Цуархыц кажется всего 700 метров, но каких сложных – серпантин, где постоянно происходят оползни грунта. Грунты на данном участке сильно переуважненные, поэтому происходит постоянный сдвиг грунтов. На данное время проходят работы по устройству свайных ростверков на участке свайного ростверка номер 2, где производится работа по устройству буронабивных свай. Сверху потом будет заливаться ростверк, а на данном участке еще и стена удерживающаяся. Будет новое асфальтовое покрытие, новое металлическое ограждение вместо железобетонных, от тяжести которых тоже проседает грунт. Мы в этом году по оригинальным дорогам провели работы в Новой Джигуте 2 километра, новые дороги построили, потом в Виконхалке 600 метров дороги сделали. Кроме того, по автомобильной дороге Худес-Бичасын, гравийное покрытие там дорог было, в данное время ведутся работы на участке 15 километров. Данный вид работы мы завершим к концу года. Завершено строительство дороги в известный туркомплекс Медовой водопады. Теперь туристы будут с комфортом добираться к достопримечательностям курорта. Качественная дорога в 7,5 километров от села Красный Курган до Медовых водопадов готова. Активно ведутся работы и на другом курорте республики Вархызи. В целом, 2018 год для дорожников был достаточно сложным, но благоприятным. К своему профессиональному празднику работники дорожной отрасли Карачаева-Черкесии подошли с хорошими результатами. Я хотел бы от имени нашего филиала УПРДОР Кавказ Черкесский от души поздравить всех федеральных дорожников, всех дорожников нашей республики, всех дорожников управления Кавказ, всех дорожников России с нашим замечательным профессиональным праздником, днем работника дорожного хозяйства. Пожелать всем здоровья и больших успехов. И дай Бог всему нашему населению, кто бы куда не ехал, чтобы он доехал куда надо и вернулся домой живым, здоровым. Всем здоровья, счастья и побольше работы. Профессия дорожника, как вы знаете, что это доброе дело для всех, это для общества, благо. Наши дороги, вы сами видите, какого качества делаем. Все радуются. Ну, поначалу, во время строительства, конечно, неудобства есть, но а потом уже люди будут радоваться, благодарить нас за это дело. Светлана Казиева, Лебастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Состояние перспективы развития школьного и профессионального образования обсудили на заседании Общественной палаты республики. В Карачаево-Черкесии около трех тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в режиме эксклюзивного образования в школах обучается 1095 детей. Из них 837 – инвалиды. Качество и доступность образования для детей особенных гарантируется законом, говорили выступающие. Удобно, легко, а главное – быстро. Вот уже три года в детской поликлинике Черкеска маленьких пациентов можно записать на прием к врачу через интернет с помощью портала Госуслуги. Количество зарегистрированных с каждым днем растет, и поэтому очередей практически нет. Альбина Ламкова продолжит тему. Запись к врачу – настоящая проблема. Хоть и очередь в регистратуре значительно меньше, но все же нужно потратить время, чтобы приехать в поликлинику и взять талон. Идеально. Сколько регионов? Две месяца. Двечего месяца. Добрый день. В настоящее время существует несколько вариантов записи к врачу. Самостоятельно прийти к доктору через терминал по телефону или с помощью портала Госуслуги. Два последних – самые популярные. Старый способ – звонок в регистратуру – повлечет за собой проблему с загруженной телефонной линией. Особенно в утренние часы. А получить талон к врачу можно в режиме онлайн на портале Госуслуги круглосуточно. Нужно только зарегистрироваться на едином портале Государственных услуг и без особого труда попасть с ребенком на прием к любому специалисту. В связи с введением такого способа записи на прием у нас существенно изменилось, конечно, и качество обслуживания, и доступность медицинской помощи. То есть сейчас вы можете наблюдать, что у нас уменьшились очереди в регистратуру. Причем значительно, поскольку может человек записаться через портал, либо по телефону, и не нужно, нет необходимости выстаивать эти длительные очереди. Талон на прием. Раньше у нас было, что за 20 минут человек приходит, который записался через интернет, забирает талон. Сейчас не нужно этого делать, потому что электронный талон поступает прямо к врачу-педиатру. То есть человек просто в указанное время, на которое записался, подходит к врачу и получает необходимую медицинскую услугу. Безусловно, в этом направлении работа в поликлинике намного упростилась. Это подтверждают и родители. Динара Шевхужева – мама троих детей. Вот уже 8 лет она посещает детскую поликлинику. Гораздо удобнее. Раньше было сложнее. Почему? Надо было прийти, выделить время, стоять в очереди. Сейчас очень удобно. Можно через интернет свободно, спокойно позвонить. Любое время можно дозвониться без проблем. Да и для работников регистратуры работа упростилась. Медицинский персонал отмечает, что теперь попасть на прием к ведиатору легко, как и к узким специалистам, нежели в предыдущие годы без портала госуслуги. Тяжело было попасть. Люди нервничали, стояли в очередях. Неудобно было. Конечно, от руки вот это все приходилось нам заполнять. Не было такого. Сейчас очень хорошо стало, проще стало. И очень удобно и для мамочек стало. И для нас. Чтобы записаться к врачу на портале госуслуги в медицине онлайн, достаточно указать в электронной форме номер полиса ребенка, прикрепленного к медучреждению. Подробно с пошаговой инструкцией можно ознакомиться на стенде. Он находится на первом этаже детской поликлиники, также на сайте. В настоящее время работа с порталом вызывает затруднения только у пожилых людей, которые в силу своего возраста плохо владеют компьютером. С каждым днем с помощью портала госуслуг очереди сокращаются и проблемы уменьшаются. Альбина Ламкова, Рашид Токов, Вести Корчаева, Черкесия. В Есентуках прошел Всероссийский фестиваль искусств. В номинациях «Вокал», «Хореография» и «Театр моды» призовые места заняли воспитанницы студии моды Натали из Черкеска. Подробности у Али Баташева. «Душа России» – так назывался номер номинации «Театр моды». Профессионализм юных моделей из Черкеска в изысканных национальных нарядах покорил публику, а жюри наградило участниц дипломом первой степени. Студию моды Натали в Черкеске основала Наталья Лопатина. За семь с половиной лет воспитанницы добились признания не только в нашей стране, но и за рубежом. Очередная победа в Есентуках вдохновила девочек на новые творческие достижения. «Прежде всего счастлива за детей, потому что, особенно малыши, которые первый раз выезжали вообще на конкурс такого уровня, и когда они завоевали первое место, это, конечно, надо было видеть их реакцию, их счастье, и они сказали, мы это сделали. Потому что репетиции действительно было очень много сделано, они жертвовали всем, чем могли, сном, едой, но они это сделали. Очень понравилось, потому что сцена была красивая, она была приятная, и она была не страшной. Нас учат красиво танцевать, нас учат красиво движения делать и выступать». В номинации «Хореография» наши землячки заняли третье место, а дипломантом первой степени по вокалу стала Анастасия Лопатина. «Костюмы у нас были очень яркие, то есть чем мы отличались от остальных номеров. Вокал назывался номер «Мне птицей стать». «У нас руководители учат этикету, дефиле, хореография, история моды, актерское мастерство, вышивка. Ну, в общем, это куча всяких направлений, и, собственно, всему этому учат нас, и мне это очень нравится, я люблю заниматься этим». Гастрольный график моделей расписан до следующего года. Больше всех за победу в конкурсах переживают мамы. «Для нас студия стала просто находкой, потому что я вижу, как Наташа, во-первых, вкладывается в этих детей, она вкладывает всю душу, все свои силы, она очень талантливая как дизайнер, за это ее тоже очень уважаем, все родители, и она очень верит в наших детей, и дарит им возможности, которые, мне кажется, для нашего региона вообще просто уникальные». Дети постоянно работают над собой, их профессионализм на сцене продолжает покорять публику и жюри. Так, 14 октября в Ставрополье на международном конкурсе «Достояние республики» модели студии «Натали» в номинации «Театр моды» заняли первое место. Али Баташев, Рашид Токов, Вести, Карачаева, Черкесия. На этом у нас все. Приятных выходных и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Любовь – это главный подарок. Но в наших украшениях он смотрится лучше всего. «Миховая ярмарка Куница» с 23 по 28 октября. Скидки. Норка от 30 тысяч, мутон от 10 тысяч рублей. Черкесск. Бывший кинотеатр имени Горького. Любовь – это главный подарок. Но в наших украшениях он смотрится лучше всего. Центр – область, которую любят все ноги. Эта стиральная машина меня достала! В поиск «Хом» утилизация. Сдай старую технику и получи скидку до 20 тысяч рублей на новую. Акция действует по 31 октября. Подробности в «Поиск «Хом». В гипермаркетах «Магнит» Хурма 59,90. У вас выгода в каждой покупке. Сегодня уже миллионы людей используют электронные госуслуги. Потому что это позволяет экономить время. Все функции собраны в одном месте. А работа построена так, как это удобно вам. Зарегистрируйтесь на портале, не выходя из дома. И вы сможете проверить и оплатить штрафы ГИБДД. Задолженности по имущественному и транспортным налогам. Записать ребенка в детский сад. Или назначить приему врача. Для регистрации вам понадобится ввести только паспортные данные и СНИЛС. Для полного доступа к порталу и сайтам органов власти необходимо подтвердить вашу учетную запись. Это легко сделать, обратившись в один из многочисленных центров регистрации, расположенных рядом с вашим домом. Подтвержденная учетная запись гарантирует максимальное удобство и доступ ко всем услугам портала, включая получение загранпаспорта и регистрацию авто, а также позволяет работать с сайтом Федеральной налоговой службы и порталом Пенсионного фонда России. Госуслуги. Проще, чем кажется. 9 и 10 ноября во всех территориальных налоговых инспекциях России пройдут дни открытых дверей для налогоплательщиков, физических лиц. 9 ноября с 9 до 18, 10 с 10 до 15.00. В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц. Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения. Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Решим задачу. Цифровое эфирное телевидение в стандарте DVB-T2 дает 20 телеканалов в потрясающем качестве бесплатно. Спрашивается, как это получить? Решаем первым способом. Берем новый телевизор с поддержкой DVB-T2 плюс комнатная или внешняя дециметровая антенна. Решаем вторым способом. Берем старый телевизор плюс антенна плюс приставка DVB-T2. Правильный ответ. Цифровое эфирное телевидение. Сигнал к лучшему. По сообщению синоптиков. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 3 плюс 8, а днем 18-23 выше нуля. А в горах ночью минус 2 плюс 3, а днем плюс 11-16. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 4 плюс 6, а днем 21-23 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok